Итак, уважаемые господа, на связи Жирный Голубь. Это тот самый компьютер, который я пытался всё-таки оживить, но нет, нет. По-прежнему, короче, ошибка такая, которая я и предполагал, что надо обновить биос, чтобы иметь возможность подключить новые карты, и она тогда запустится. Вот это GeForce GTX, самый современнейший, вот только что выше 1050, короче, Тихо, GeForce. Думал, запустится, нет. Короче, EVBridge, EVBridge, вот. Отключено абсолютно всё, включая клавиатуру. На этапе инициализации видеокарты наблюдаем такую хрень. Бесконечный писк, зависшее на мертвое изображение. А в случае удачной, проходящей загрузкой с карты, вот, и времён этой, вот, материнки, оно показывает, что у вас нет клавиатуры нифига, но управляется с ней. Это тоже интересная такая ошибка. Интересная ошибка, короче. Это всё очень неожиданно. Интересно. И даже что-то произошло, и ничего не загрузилось. Всё, наоборот, сдохло, короче, вообще. Всё сдохло. Никакого толку нету. Ну, давайте ещё разок. Ну, разок давайте ещё. О-о-о, закрутилось, как паразитка. Короче, не мучайтесь этой фигнёй. Если у вас какая-то старая очень материнка, фиг, вы на ней запустите даже видеокарту, даже относительно современную видеокарту. Вот, от процессора, от материнки разница всего 5 лет, и она уже не может её определить даже на самом новом биосе 14-го года, который вышел всего лишь за... Ну, биос 14-го, это карта 17-го. За три года до карты уже невозможно, представляете, как говорят, совместимость, компьютер. Мы можем апгрейдить бесконечно, там что-то переставлять, нет? Вот так вот, вот, вот на Интеле она всегда так бывает. Вот, я на AMD не слышал о таких проблемах никогда, что нет инициализации старых карт, или выходит биос всё-таки, который помогает. Но я поставил биосом последний, который помогает от этой проблемы, и эта проблема есть. И эта проблема есть, всё. Она виснет прямо вначале, и всё. И никакого толку, да? Оставишь старый Родеон, который с ней был, а он проходит отлично, все эти самые, да, короче. Всё проходит, запускается, как будто и ничего. Как это понимать? Вот я не знаю, как это понимать, но я это понимать не хочу. Возвращаю старую систему сюда. С башнями будешь не связываться. То есть, если будут видеть компы с башней, я буду просто брать эту башню, отрывать и выкидывать куда-нибудь в мусорку прям сразу. На оплату, на оплату, короче, сдавать, короче, в металлолом. Там материнка принимает рублей по 700. Вот, короче, не буду париться. Так, что мы из этого вообще... Мораль-то какая-то? Мораль? Нет. Мораль-то, что DDR3, короче, память вот эта. Компы вот эти, Sandy Bridge, там третья, четвёртая, там Ivy Bridge, там ещё четвёртое поколение было после. Вот. До Skylake и даже сами, ну кроме Skylake, наверное, Skylake ещё в ходу, в общем-то. Они уже негодные, да? Вот. Чипичная, на самом деле, интеллская подстава, а в AMD такого не бывает, никогда всё запускается. Какие бы старые варианты мы туда не втыкали, да? Вот в Anomaz, в новый комп, в i9, короче, он видеокарту самую вообще старую втыкал, и она у неё запускалась. Вот. То есть вообще какую-то дикую, да? Блин, давай. Так. И она не запускалась, правда, толку никакого не было, система она не нагружала, потому что Windows 10 куда-то... Так, звук другой, а толку никакого. Да, грустно, конечно, грустно, я-то думал, оживи. Нет. Всё, на свалку, под разбор, короче, памяти. Мы продаём восьмёрку. Продаём восьмёрку. Скальпированную тоже выкидываем. Скальпированную память. Я могу даже, кстати, её вытащить, спустить без неё, потому что, может быть, делал скальпированной. Это последняя попытка будет. Но я отвечаю, делал без дневни, потому что я запускался и так. Итак, вот у нас скальпированная память. Вот она вытащена. Смотрите, видите, как я срывал вот эти вот... Это просто они были наклеил, здесь наклеена, короче, алюминиевая пластина, радиатор такой. Вот, я их срывал нафиг. Давайте без неё. И дело, скорее всего, не в ней. Просто с картой оно не хочет работать, несуместимо. Да. Та же самая ошибка, тот же самый результат. Вот так вот. Вот так вот, господа. Так они, компьютеры, и умирают. Чём причина там? Хрен его знает. Ну, я слышу, что они несуместимы, конечно. С видеокарточками более-менее современными. Но я знал, что вышло исправление. Я поставил исправление. Оно сделалось совместимы с карточками современными. Но они нифигася, оно не работает. Очень интересно, любопытно. Ну, нафиг таким заниматься, да, господа? Тушите на том свет, возвращается Ryzen Radeon сюда. Всё, будем им пользоваться, пока не сгорит, а там новые, короче, купим. Ой, блин, интелские приколы. Вот, фирменные, да, короче. Железо выходит каждые два года и совместимы с железом, который выходит в тот же временной период, плюс-минус, там, может, пять лет. Вот, и всё, в общем-то. А больше пяти уже всё, вот так. Вот так. Интелские приколы у нас. Замочили хороший компьютер, блин, нормальный. Классик, классик. Сколько раз проходили, сколько ещё раз будем проходить? Ну, надо уже привыкать к ним. Да. Акулик, кстати, хороший, бесшумный. Он не светится, я его себе поставлю, вот этот синенький. А то его в шкаф забросил. Насталился подсветок, спать не могу от этих подсветок, ни хрена. Вот. Смотрю всё на подсветочки свои. Развлекаюсь, в глаза мне светят, у меня потом с утра, как не выспавшись, хожу из этих подсветочек. Тушить на том, из подсветок. Грусть, печать, короче, слов нет прям. Ну, нормальный процессор, нормальный. Почему в биосе нельзя делать поддержку новых видеокарт? Почему нельзя новый биос выпустить, наконец? Подиви-то, бридж. Два года уже, два года прошло, забрасывать надо? Интелский прикол, а, блин? Только в Интеле такое бывает. Я вам гарантирую. Вот у Райзена, у меня Райзена было. Райзены были, AMD-атлоны. Но я и начинал с одноядерного Атлона. И таких приколов не было. Вот ставишь туда Родеон, оно инициализируется нормально. 12-го года. Ставишь туда вот эту видеокарту 17-го года, она не инициализируется. Вот так вот. Вот как такое может быть? Вот Сэнди Бридж или Бридж. Третье, четвертое поколение. Вот так. И второе. Вот так они выглядят в современности. Вот. Всё, это уже и цвет надоело мне. Достал, пищит уже, ведь достал меня.